Итак, в рамках данного видеоролика я бы хотел более детально озвучить ответ на вопрос, пожалуй, на те догмы, которые идут из уст трейдерского сообщества, сообщества в телеграм, каналах, телеграм-чатах по отношению к нам, то есть к редакции каналов Биржик касательно нашего публичного среднесрочного трейда по отношению к акциям Российской Федерации. Итак, господа, смотрите, сегодня на протяжении, ну, последних, наверное, часов шести направляются раз в роды сообщения, мол, Михалыч, тебя там обсуждают, Михалыч, тебя сям обсуждают, Михалыч, вот что ты думаешь про того-то, того-то или того-то. Господа, давайте так, чтобы все понимали, я не гуру, я не ванга, правда, я буду еще, не вижу, я как-то в свое время пытался гадать на картах, я пытался гадать на кофейной гуще, я пытался гадать на хероманте, ничего не получилось, везде в молоко, просто вот мимо, 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 еще раз, мимо, вот, я просто к чему клоню, к тому, что я, правда, будущее не вижу, я не знаю, прав ли окажусь в нашем среднесрочном трейде, либо неправ, время покажет, но вам скажу так, у меня нету шапки Мономаха, нету шапки там и короны гуру трейдинга, я такой же смертный, как и вы, как и 99,9% населения этой богом забытой планеты. В чем суть? В том, что я, еще раз, верю в российский рынок только из-за череды макроэкономических факторов и из-за череды биржевых механизмов, которые будут сопутствовать росту российского рынка акций в дальнейшем. Смотрите, сейчас, по факту, российский рынок акций откатился от шипа до шипа, свечного, ну, в районе 10%, сейчас уже многие начинают, на самом деле, включать призму Армагеддона, мол, рынок будет еще ниже, рынку конец, рынку еще падать и падать. Я вам скажу больше, что какого-то обвала, крах рынка я не ожидал, не ожидаю, и вам об этом много раз говорил, соответственно, я рассматриваю среднесрочную позицию с призмой недельного графика, вот по отношению к российскому рынку с призмой недельного графика и по отношению к тем позициям, которые у меня сейчас есть. У меня сейчас открыты среднесрочные позиции в акциях Газпрома, МТС, Алроса, Тинькофф Банк, Яндекс и компании ФосАгро. Компания ФосАгро сегодня открывает в рамках нашего ВИП-клуба и, соответственно, эти позиции, как говорится, среднесрочные. Чуть попозже, по каждой компании я пройдусь и непосредственно озвучу свои мысли по отношению к ним, почему я в них ожидаю так или иначе роста. Смотрите, что касается российской франкоакции, я много раз говорил, пожалуй, еще раз напомню, что я допускаю снижение ММВБ к уровню поддержки 2800 пунктов. То есть по недельному графику это уровни плеяд скользящих средних, ЕМА-100, ЕМА-200 и уровень также ЕМА-250 вот здесь проходит. Короче, вот видите, эти линии проходят. Красненькая, зелененькая, розовая, желтая. Это все тотально-фатальные ультра-алгоритмические уровни поддержек, ниже которых при текущей парадигме рынок под откос не пустят. Это первое. Второе. Я перехожу на наш телеграм-канал, биржевик акций, где 66 тысяч 260 подписчиков. Смотрите. Ссылка на наш телеграм-канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канал, пункт А телеграм-канал про рынок акций. Рекомендую подписаться. Смотрите, в чем суть. Вот уже даже американцы доводят одну и ту же мысль о том, что нефть марки Юрлс торгуется выше 80 долларов за баррель. Вот я вам напомню, что ровно год назад, когда все армагеддоны говорят, что российская марка конец, все, он не будет больше расти. Нефть марки Юрлс, все, никому не нужна. Никто не будет покупать российскую нефть, говорили нам эти армагеддончики. Но мы с вами чего ожидали? Того, что нефть Юрлс будет сокращать дисконт по отношению к нефти марки Брент. И то, что Юрлс все равно при уровне 80. Посмотрите наши старые видеоролики, господи и дамы. Ровно годовой давности. Август, сентябрь, октябрь 2022 года. Все то, что я говорил вам тогда, оно произошло ровно здесь. И в чем суть? Во-первых, сейчас нефть в рублях стоит в районе почти 9 тысяч рублей за бочку. Ну там диапазон 80 с небольшим тысяч, я просто округляю до 9 тысяч. Вот, это первый момент. Второй момент. Толпа орала, что конец, сейчас толпа орет, что будет еще хуже. Раз толпа орет, то просите меня за такие подробности. Но толпу к прибыли не повезло. А что-то сейчас шортисты зашортят, перешортят российский рынок акций на его снижение. А я вам попозже покажу коэффициент шортов и лонгов на российском рынке акций. И тогда, извините меня, что будет правильно? Шортовый вынос. Это второй фактор. А третий фактор. Господа, смотрите. Нам об этом уже напрямую сообщает Министерство финансов Российской Федерации. Я сегодня опубликовал их информацию. Да, и, соответственно, сегодня же я прописал там свои мысли. Господа, смотрите. Минфин РФ существенно снизил оценку поступления девиона в бюджет на ближайшие годы. А результат 23 года, напротив, окажется выше планов. То есть, они ожидают поступления в государственное казначейство по итогам 23 года. В районе 618 миллиардов рублей. То есть, это деньги, в первую очередь, с дивидендов. И налогооблагаемая база. Я все иду к чему? К тому, что драйвер роста российского рынка акций, он имеется вплоть до лета 2024 года. То есть, до завершения дивидендного сезона. То есть, до 2024 года у нас еще имеется по факту 9 месяцев. До дивидендного сезона. До лета 2024 года. До завершения дивидендного сезона. То есть, по факту, что у нас получается следующее. Что государство говорит, что деньги есть, дивиденды будут. А Минфин будет дарить компании на дивидендные выплаты. Причем все компании. Там нефтегазовые, банковские. Вообще все. С другой стороны. Нефть Юрлс торгуется на уровне 80 долларов за баррель. В рублях это 8-9 тысяч рублей за бочку. Это гигантская сумма. Это по факту перехай уровня 2021 года. До СВОшного уровня. Это второй момент. Третий момент. Это количество шартов и лонгов по российскому рынку акций. Смотрите. Я эту информацию публиковал в нашем вип-клубе. Биржевик вип-инвестиций и трейдинг. Ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом. Вот в первом пункте. Биржевик-бот. Наш официальный телеверный робот для входа в вип-канал. По трейдингу и инвестициям. Проводим прямые фары каждый день. Торгуем вместе. Публикуем обучающий видеоролик. Лайфхак по рынку. В том числе коэффициент лонгов и шартов по всему российскому шартов в принципе по российскому рынку акций. Причем по всем фишкам, которые указаны здесь. И в том числе по инвестициям МВБ. Находится на более или менее высоких еще его уровнях. В чем суть? По мере коррекции рынка акций России. То, что мы уже получаем. И скорее всего будем наблюдать в ближайшее время. По крайней мере в рамках бокового диапазона по инвестициям МВБ. Такой горизонтальной коррекции. У нас коэффициент шартов будет тупо расти дальше. Это неизбежно. И чем выше коэффициент шартов у нас будет наблюдаться здесь, тем потом выше российский рынок акций будет загонять. Все выше, 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 выше и выше. То шартов масса будет дальше нарастать. Это еще один драйвер. И самый важный, господа драйверы, смотрите. И самый важный это валютный рынок акций российской, валютный рынок точнее Российской Федерации. Вот смотрите, я еще раз скажу основную мысль, что мы все равно скорее всего коррекцию здесь увидим по рынку валютному, особенно сейчас в рамках налогового периода, когда экспортно-ориентированные компании продают валютную выручку, конвертируя их в рубль, дальнейший опыт по налогооблагаемой базе. Даже пусть мы снизимся по валютному рынку в виде пробоя треугольника вниз, мы потом все равно непременно пойдем еще выше. Куда? К уровню 110-120. Это наши с вами такие более глобальные цели на горизонт ближайшего года. То есть на 24-й год имеется в виду. И чем выше валютный рынок будет расти, тем интенсивнее российский рынок акций будет этот рост также нагонять тупо, в том числе на факторе валютной переоценки. То есть у нас цели по МВБ находятся в районе по факту 4000 пунктов. Я об этом говорил и еще расскажу. 4000 пунктов. Даже четкая волновая структура еще не завершена здесь. Она еще выше находится. Вот на этом скоплении уровней веер Афгана. Близи 4000 пунктов в принципе. Так что я делаю ставку на следующие бумаги. Вам сейчас озвучу какие. Это экспортно-ориентированные компании в первую очередь. Газпром. Экспортно-ориентированные. Фосагро. Далее банковский сектор. Это Тинькофф. Технологический сектор это Яндекс. Телекома это МТС. И также экспортно-ориентированные компании это компания Алроса. Сейчас эти все бумаги находятся в фатальном Армагеддоне. Они мало кому интересны. Все говорят. Ну большинство по крайней мере говорит, что им конец. Там чуть они не банкроты. Там вот-вот говорит волна национализации. Эти бумаги с рынка изымут. Я вам так скажу, что как эти бумаги можно национализировать, когда они уже по факту национализированы. Это государственная и околгосударственная компания. Это первое. Второе. Как и может быть конец, если у них деятельность все еще актуальна? Они зарабатывают деньги. Зарабатывают довольно неплохие выручки. Неплохие чистые прибыли. Операционные доходы. Валовую прибыль. Они не платят дивиденды. Непонятно. Почему им должен быть конец. Но я из своего опыта понимаю одну простую вещь. Что чем больше эти бумаги депрессуются. В прямом смысле. Тем интенсивнее они потом будут расти. Интенсивно. Потому что они по факту от рынка всего отстающие. Газпром. Еще раз. Цели выше. Это 210 рублей за акцию. Закрытие ГЭПа. Компания FOSAgro. Тут также цель находится повыше. Как минимум. Ожидая выхода на горизонте. Среднесрочных периодов времени. В диапазон 7300 рублей. В принципе фосфаты дорожают. Дорожают. Рынки забыт для FOSAgro имеются. Имеются. Дивиденды компании платят. Платят. В принципе с квартал к квартал. Они растущие дивиденды. Соответственно. Валютная переоценка дала серьезный пинок. Компании для того, чтобы валютную эту массу также наращивать. Ну и в том числе по недельному графику перепродность есть. Перепродность есть. По Газпрому тоже самое. Перепродность есть. Она более-менее наблюдается. По компании АЛРОС тоже сейчас много Армагеддона идет. Причем там чуть ли говоря, что она не банкрот. Хотя банкротом она быть не может. Почему? Потому что государственная компания. Соответственно госкомпания государства будут так или иначе все равно поддерживать. Среднесрочных по АЛРОС мы будем выходить в район 82 рублей за акцию. На факторе чего? На факторе роста на Алмаза. Потому что инициатива АЛРОС сейчас. Давайте откровенно. Почему они сейчас продажи резко снизили? Чтобы на рынке образовался относительный дефицит. Чтобы дефицит в процессе привел к росту стоимости на алмазную продукцию. И это нормально. Это называется памп. Просто новый памп. Так поступают все почти. Европейцы, американцы. Другие страны производители разного сырья. Это, скажем так, манипуляция. Но манипуляция справедливая. В рамках текущей реалии. Поэтому АЛРОС просто тестирует уровень боковика. И да, она будет потом входить в район 82-84. Так что, в принципе, цель здесь находится, конечно же, выше. Там в районе 15-20% можно будет на бумажке заработать. Далее компания Тинькофф. Я думаю, про компанию Тинькофф, в принципе, говорить особо не приходится. Вы ее знаете. Знаете ее фундаментальные аспекты. Знаете то, что она просто ведет конкретную экспансию на рынке. Пришли к нижней грани этого восходящего тренда. Соответственно, у нее цель, у Тинькофф находится на большой зоне проторговки. Вот здесь вот. В районе 4700, дефис 5400. Конечно, дать цели я вряд ли буду дожидаться. Признаюсь честно, я, бывает, и не жду подобных уровней. Где я готов продавать? Ну, как минимум, от уровня 34-34-400. Там я готов позицию постепенно фиксировать. То есть, получу, условно говоря, прибыль в районе 20-23%. Там я буду по себе фиксироваться. Почему? Потому что у меня риск-профиль в виде среднесрочных трейдов. Это получение прибыли до 30%. От позиции до 30%. Выше я унеси не могу, чисто психологически. Почему так? Ну, вот не могу это вам сказать. Почему так? Ну, потому что я не столько лет торгую. Столько прибыли забираю. А конкретика моего психологического плана, почему именно 30%, а, например, не 60%, я не смогу вам сказать. Потому что я и сам не знаю, почему это именно так. Но все равно, как говорится, удается забирать, забираем. Вот. Далее компания Яндекс. Идет тупо тест треугольника. Все, не более. Вот, помните, я вам говорил, когда мы с вами Яндекс еще торговали на вынос треугольника. Будет рост, то есть вынос треугольника вверх, тест распределения. Все, цели Яндекса, это район Емадвеси, 2,800-3,000, еще выше 1,2 ГАНа, район 3,400 рублей. Бабки несет, компания несет. Коровка дойная, коровка дойная. Рекламный бизнес развивается, таксопарки развиваются, прочие виды направлений бизнеса развиваются. Деньги есть. Даже по отчетности ГААП, ну, так называемые, американские, скажем так, МЦФО, фиксируется рост. Выручка, прибыль, опера дохода, валовая прибыль. Все есть. То есть, компания, и все неплохо. То, что мы видим откат сейчас, это не означает, что компания в говно какое-то окунулась. Нет. Компания жива, здорова, денежку несет. Просто надо понимать одну простую вещь, что была фаза перегретости, о чем я вам ранее говорил много раз, фаза дивергенции по RSI с точки зрения среднесрока, да? Вот здесь вот. Все. И цена охлаждается. Не более чем. Идет тупо тест треугольника, а после теста треугольника мы пойдем еще выше. Поэтому да, я компанию держу при себе, компанию докупаю дальше и не парюсь. Ну и что касается компаний телекомов, да, я Ростелеком, честно, не рассматриваю. Вион, Билайн, то есть, тоже не рассматриваю. Нет такого стимула их заглядывать, приглядывать и какие-то с ним коллаборации делать. По МТС наблюдается замедление импульса снижения. Это, во-первых, вот уже видно, вот они, покупатели и продавцы уже почти между собой сравнялись. Это первое. Второе. Второе. У нас цели остались выше. То есть, ГЭПа в области, в районе перед ГЭПа 315, сокрытие ГЭП 345. Все равно к этим целям мы придем рано или поздно. Главное просто дождаться. Поэтому я тут позу держу. На скользящих средних ЕМА мы сейчас торгуемся. Я не парюсь, я не сучусь. Мои цели, как говорится, выше. Позиции готов только дальше наращивать, переращивать, доращивать. Естественно, в рамках риск-менеджмента. И не париться, не суетиться. Вот, прочие бумаги я рассматриваю. В принципе, крайне глаза смотрю за ГМК Нурникелем, Русалом, да, с одной стороны. С другой стороны, рассматриваю, в принципе, металлургов, такие компании, как Северсталь. Но, опять же, по Северсталь, пока я отчетливые решения еще не принял, да, вот, как следствие, я пока удержу, что есть, не парюсь, не сучусь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть бумаг у меня уже имеется в позиции. Это первое. Второе. Также в рамках нашего вип-клуба я портфель по рынку акций, вообще по всем своим вангам тоже публикую. Вот, у меня имеется МТС, Газпром, Тинькофф Банк, Алрос и Яндекс. Вот, Фосагру 2% капитала, Янос 2% капитала, Алроса 3% капитала, Тинькофф 4%, Газпром 4%, МТС 4%. Ну и по Аладии, соответственно, 6% капитала, такая довольно значимая доля. Вот, и как следствие, по мере роста по Аладии, естественно, буду продавать, очевидно, ну и по мере роста рынка акций растет, тоже буду все это фиксировать. Вот, с теми целями, которые я вам озвучил в рамках данной видео. Но все равно, опять же, 77% от капитала я держу в кэше, вот, 17% из которых я гоняю по рынку файч в спекуляции, то есть, внутри дня и между днями. Поэтому, в принципе, в принципе, с точки зрения среднего срока, я вам сейчас обосновал дальнейшее движение рынка акций России, это во-первых. И во-вторых, вот те догмы, которые озвучили по отношению ко мне, к нашей редакции группанов биржек, мол, типа, Михайлович покупает без обоснований, Михайлович там не понимает, что делать, Михайлович там где-то как-то обгадится. Ну, знаете, господа, время все рассует, давайте говорить откровенно. Вот в том году, в конце предыдущего года, я вам говорил, что российские рынки акции будут расти, ММВБ, цель 3200-3000 пунктов. Вы посмотрите прогноз от 2 января, видеоролик про российские рынки акции, посмотрите в Телеграме, ВКонтакте, Янс Зен, от 2 января пост про индекс ММВБ. Четкие цели мы достигли, 3200 пунктов, 3300, дошли. Оказался ли я прав? Да, оказался. По валютному броню, оказался я прав, чтобы будет девальвация рубля? Оказался прав. Ждал, правда, не более 85 рублей за доллар, да, но пошли, как говорится, на 97 вообще. Но даже на моменте на 100, если не ошибаюсь. Но всякое бывает. Но в девальвации тоже не ошиблись. Как будет на этот раз, я не знаю, честно. Может быть, прав окажусь, но в любом случае, я на свой прогноз ставку своими деньгами делаю. Соответственно, я не какой-нибудь там балабол, знаете, около рыночей, который говорит, что вот я покупаю, покупаю, а потом где-то как-то чувак находится в лазейку, переобувается. Нет. Я говорю по факту. Вот я купил, я держу. В рамках риска менеджмента, имея при себе маневровый кэш, на все деньги я в рынок не лезу, очевидно. Опять же, торгую с холодной головой, с нормальной четкой головой, разум есть, извилины работают, макоэкономику и биржевую механизм, прекрасно понимаю, что вам, в принципе, рекомендую тоже учитывать в рамках ваших личных сделок. Поэтому я не вижу, что мы здесь суетиться. То есть продавать здесь сейчас позиции, ради чего? Чтобы уверовать в ММВБ там по 2000 пунктов, а есть ли драйверы на этот счет? Драйверов нету с точки зрения макоэкономики. Есть ли такие драйверы с точки зрения событийного процесса? Тоже нету. Я вам просто скажу одну простую вещь, что рынок стратегический наш не перегрет стратегически, то есть на мечтном графике, он не опузырен. Пузырь на российском рынке акции будет свыше 5000 пунктов, когда он туда придет. Там будет пузырь. Большой, жесткий, сильный пузырь. Поэтому я делаю ставку на те акции, какие рынки недооценены в рамках текущих реалий, потому что мы с редакцией и с вами, в том числе, господа, делали ставку по российскому рынку акций в рамках текущего года на ТИБМА, которые также были недооценены, такие как ВТБ, технологические акции, Headhunter, Cyan, Ozone, ВКонтакте. Драга Пром металлы тоже были недооценены, они выросли и прибыль свою принесли. Валютный рынок тоже прибыль принес. Это все была стратегия в рамках недооценки и все. То, что было недооценено, оно выросло. И вот то, что здесь недооценено, оно потом еще выросло. Это вопрос времени, вопрос сроков. Поэтому я не вижу смысла, как говорится, все позы продавать, из рынка выбегать. Нет никакого резона. Поэтому решение принимать сами, работать с холодной головой, как говорится, без излишних эмоций, чтобы прекрасно понимать те реалии, в которых мы сейчас с вами вошли, в которых мы с вами сейчас торгуемся. В любом случае, я еще раз скажу, что дай бог, дай бог, чтобы рынок акции еще снизился, чтобы я, как может, больше лонгов подкупил. Вот это прямо мое хорошее такое желание. Я готов даже удвоить позиции. Вместо, там, условно говоря, 17% от капитала, сидя в российском, я готов его сделать 34% от капитала. Потому что я верю в рост. Но для того, чтобы я увеличил в два раза свою позицию по рынку акций России, необходимо более глубокое снижение. По крайней мере, сейчас, мне видится, более адекватное снижение нагружения, там, ближайшее в месяц-двух. Это 2,800 по МВБ, 2800 пунктов. Но ниже, а на чем ниже? Ниже драйвера нет. Еще валютный рынок будет дальше расти, даже после отката валютного рынка вниз, он будет потом продолжать расти. С точки зрения макроэкономики, это неизбежно. И будет также ММВБ расти. А там еще дивидендами заговорят опять. И дивиденды драйвера будут для российского рынка акций в пользу роста. Так что бычьи драйверы остались, и они стратегические. Просто, я вам говорил раньше, я расскажу, мы не можем расти без коррекции. Мы и так по рынку акций росли, по факту, там, месяцев 6, тупо без откатов. По недельному графику. Поэтому коррекция это нормально. И коррекция я, в принципе, пользуюсь. Думаю, вы пользуетесь, вот наши редакции тоже пользуются. Мы не паримся, не суетимся. И не вижу никакого смысла лишний раз там себе рубашку рвать и говорить, типа, как все плохо, там, все это конец. В общем, господа, решение принимайте уже сами. На этом все. Я вам рекомендую подписаться на все наши медиаисточники в описании под каждым. Видеороликом, первый пункт. Биржевик Бот, наш официальный телеграм-робот для входа в вип-канал по тренингу и инвестициям. Проводим прямые эфиры каждый день. Торгуем вместе. Отвечаем на любые вопросы. Также обучающие посты там я запускаю. И, соответственно, лайфхаки по рынку в том числе. Рекомендую подписаться. Кладите информацию именно там. Ну, помимо того, что вы там зарабатывать можете, вы еще можете и образовываться. Что мне, в принципе, было бы резонно и рентабельно. Так как я вам пытаюсь знания передавать всяческим образом. У нас также имеются телеграм-каналы. Пункт А про рынок акций. Пункт Б про царевый рынок. В про облигации. Г про банк-сектор. У нас также имеется канта-группа, Яна Зен и Рутюб-канал. На эти медиа-ресурсы вам рекомендуем подписаться. Так как информация, которая уходит там, с задержкой во времени поступает на YouTube. С большой задержкой во времени. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время грамотная стратегия. Наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго. И до свидания.